Слушайте дальше. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. А Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слышат их. Он же сказал, нет, отче Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покавится. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея пророков не слышит, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Нет, ну вот молитва, вот здесь молитва, вот я молюсь за мужа, да, за Усокцева. Там в молитве есть, там вот, что, что же, как говорит, вот, забыла, может, святой там тоже, как говорит, не святой, а, как говорит, он говорит, на него молилась жена, там, да, так и, значит, ему простились грехи, как церковь молилась, и жена моего, и ему простились грехи, так и прости, как я говорю, за мужа, да, вот так вот. У Бога все живы, находящиеся в воде, и вот идет о здравии, так скажите, о покоении, частичку вынимают, грех омывается, грех этого умершего. Вот, вон, частичку опросил, это величайшая сила. Андрей, вот у меня вопрос, а вот в Царскую Россию крестьяне, они же были неграмотные, писать-то не умели, они же записочки не посылали, а как вот? Вот давайте оставим этот вопрос, я сейчас еще быстренько расскажу, вкратце, а вы уж читайте, как вы считаете, описанию как? А вот, слушай, когда на школу покаяния, он говорит, записочки мы пишем, это просто пишем, что вот нам не забыть, Андрей там помянуть за здравие, там еще кого-то, а Бог, ему не надо вот эти имена, он и так всех своих знает, это просто для себя мы слышим. Давайте, Наташа, подожди, подожди, Наташа, послушай, вот слушай, это уже мы сто раз проходили на занятии, и ты все вот об одном и том же. Еще раз говорю, мы не знаем, во-первых, где душа. Ты знаешь точно, где мы, душа? Мы знаем, где апостолы знаем, правильно? Мы не знаем, где душить. По милости мы думаем, что Господь их помилует, и в надежде, что они будут в раю. Но если при земной жизни человек туда не стремился, как он пойдет в Царство Небесное, ты мне скажи? Он не хочет при земной жизни, а ты хочешь его затащить туда? Ты слушай меня, что я тебе сейчас пока говорю. Я не говорю про святых отцов, я говорю тебе вот сейчас, вот смотри, вот если человек при земной жизни не хотел туда, он не хотел в Царство Небесное, Ты видишь этих людей, вот здесь вот на земле? Бог есть милосердие. И все равно он затащит их туда. Против его воли, что ли? Он не затащит, но молитвами. Да, а мы хотим это затащить. Ты слышишь себя-то? Ты себя-то сейчас слышишь? Милосердие, она даже под мамой говорит, она на церковь не ходит. Она говорит, но если человек не хочет, вот он сидит, говорит, как, что ты с ним делаешь? Что ты с ним делаешь? Зачем его туда потащить, в Царство Небесное? Он не хочет, но там, в ней. Ну и что? Ну, а покаяние брать тебе только сказал, что тут на земле покаяние. Окей, вот другой вопрос. Человек не верующий. Ну вот. Подожди, Наташа, слушай, учись, слушай. Он что-то верующий, да, верующий? Вот он верующий, вот я тоже верующий. Но я грешу, может быть, все. Ну и что дальше? Больше. Я только, ну если мы за этого человека будем молиться, есть возможность? Да, конечно. Если есть. Смотрите, слушайте дальше, подождите, подождите. В чем есть? В чем есть? Если, мы же не знаем, у нас надежда остается, у нас у всех остается надежда. Вера, надежда, любовь. Надежда остается в том, что он будет спасен. Но если он при частном суде был уже определен в ад, на страшное судо он из ада вытащится и обратно туда уйдет. Это Писание нас учит. Но мы не знаем, где он. Вот и в этой надежде мы и молимся. Говорят же, там еще есть какое-то между адом. Да нет, между адом и адом. Это уже католическое. Это уже есть. Чистилище, говорят, да? Тише, тише. Давайте не позар. Наташа, ну это. Это уже чистилище. Нет, это католическое неправильно. Сергей Масленков, да? Да, Масленков. Он говорит, что когда человек не хотел при жизни молиться, и за него грех даже вынимать частичку, потому что это мы на голову, сами себе даже огонь, ну как бы ярость, гнева. Гнева Божия, да, правильно. Если мы решили молиться все же, то жди скорбей и семейных этих, ты должен понести за него что-то, что-то вложится. И потом уже начинаем пищать, что у нас скорби и всякие беды, и говорим, Господу обращаемся за что. А вот это вот ты должен понести, что-то. Давайте, это в основном, это в школе покояния, я хочу добавить, что, кстати, в этом храме, где это в школе покояния проходит, там не заточим. Они не берут записки с частицей тех, которые не ходили в храмы. Да, это правильно. Да, это не так просто все, это тут просто на поток это все ставлено, и ты просто в этом живешь, просто, Наташа, прости. Смотрите, это Евангелие, 3 глава, 36 стих. Все, опирайтесь на Писание. На Писание будет судить тебя не святые отцы, а будет тебе судить Христос. А Он говорит, верующие в Сына имеют жизнь вечную. Сына надо уверовать и прийти в церковь. А если человек веровал в это? Да подожди, дальше мы разберем этот тоже момент. Они верующие в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. А теперь я еще перед этим забранием сказал вам, что надо родиться свыше. Не просто креститься. Светлана, что сейчас у нас каждый второй это делает. Не просто креститься. И мы видим эту веру. Мертвая мера. Дел-то нету. А надо родиться свыше. А вот это вот уже люди-то не знают, что такое. Потому что они не уверовали, а пошли покрестились. А зачем? Так мне надо, чтобы у меня было все хорошо впереди. А? Да, чтобы у меня детки не болели. Да подожди, они может еще больше заболят. Да, подряд вам просто поношли. Понимаете, мы как неправильно все живем. Так что оставьте вы эту тему. Но молиться продолжайте. Да, надо. Никто вам не отдевать руки, чтобы не молиться. Подавали о деме в милосердце. С святой отцами говорят, да. Вот тех людей, которые были в правовлоне православной церкви, да. Которые признавали, как это по описанию говорит. Да, ты имеешь право подать записки на него все. Но если человек был неверующий, но ты по любви своей молишься, только домашний молитв. Даже милостиной искупает. Вот я читала, даже мальчик попал в банк, и родители его пришли за ним ангелы. Да. Вот как головешка. И говорит, его милостиной вы, родители, вы. Я тоже читал сюда. Милостиной. Как мальчик не упал в банк? А как? Ладно. Все. Давайте дальше идем по описанию. Нет, брат. По времени все. По времени все. 55 минут уже. Все. Все. Давай оставим эту тему. Мы это разбираем уже. Все. Посвятим отцам говорят, если вы в храме поддавали за неверующих людей, нужно покаяться на их поведение. Это все на каждой совести каждого. Давайте разберем хоть Богу себя. Да я немного тоже, Володя, отвечу. На него вопрос. Вот смотри. Второе послание святого апостола Петра. Знаю прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить саму собою, ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческому. Мы изрекали его, святые Божии, человеки, будучи движенным Святым Духом. Аминь. Аминь. То есть святые отцы. Сейчас святые отцы. Так что мы не можем... Здесь мы даже вроде бы разбираем блаженную Филакуу. Подобное, подобное. Да. Вразуми нас и помилуй. Для него крайне. Дай донести нам покаяние. Для него человека окажется как хуже. Можно даже... То, что он здесь нам кратко расписан, мы можем даже его не понять. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Толкование. Правда есть свойство души, воздающая каждому должное. А гнев губит разумных. Как же он в строительном размере, пообрачая ум, составит добродетель, который рассудительно воздает каждому должное? Гнев не совершенно чушь правды. Ибо в гневе можно усматривать некоторую пользу. Поскольку в нем, как и во многом душевном движении, за неимением похвального можно находить не одно худое, но нечто и полезное. То есть Христос тоже гнев показывает. 21 стих. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово. Могущее спасти ваше души. Толкование. Если кто-нибудь и впадет в честь и в нечистоту, скорее отставал бы от нее, дабы, оставаясь в ней, не дать злу усилиться через привычку. Ибо совершаемое нами часто и в обилии становится обыкновенно как бы природой, получая свойства природы. В кротости выделенном, сказал апостол, имея в виду учительное слово, которое не принимается среди шума и возмущения. В тишине лучше это воспринимать. 22-23 стих. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего зеркала. Толкование. Кто предается злым делам, тот не помнит, чем он облагодельствовал от Бога. Ибо если бы помнил, что он рожден свыше, оправдан и причислен к Сынам Божьим, то не предавался бы делам, отвергающим дарованную благодать. От обыкновенного зеркала апостол передает речь к зеркалу мысленному, ничего не выведя из представленного в кратких словах примера. Усмотрев из закона Моисеева, для чего он сотворил, а именно для славы Божьей и для жизни по образу создавшего его Бога, ничего из видимого не исполнил, но поступил так же, как и смотревшийся в зеркало. Ему следовало воспользоваться видимым, а он, как и тот, не воспользовался. И фарисеи были слушателями, но так как они не были исполнителями, то и неблаженны они, значит, обманывающих самих себя, ни во что ставящие собственное свое спасение. Вот о зеркалах. Вот мы много выходили из дома, у многих стоит зеркало перед выходом. И все мы туда любим заглянуть. Посмотрели, ой, вроде все хорошо, прическа, и все нормально. И выходим. Но как только от зеркала лицо ушло, мы забыли, каковы мы есть. Так она и дела наши. Верующие вышли за порог, а там и не скажут, что мы верующие. По делам нашим. Вчера закончилась вечерняя. Выходит молодая мама. Тут в плотке стояла, красивая такая. Вышла, и платок сразу снимаем. Забрали. Еще у крылечка снимаем. Еще у крылечка снимаем. Ну, бог им судья, а то нам... Я не об этом хочу сказать. Я вот говорю, вот и все, вера закончилась наша. А что, жгет полоток, что ли? По улице пройти. Видать, жгет. Вот и задумайтесь. Вот какая вера. А раз мы тут стыдимся, сегодня слова описания. Слышали такие? Давайте их еще раз прочитаем. Вот, от Марка. Это какой стих? Я не помню, сейчас прочитаю быстренько. От Марка. Смотрите, он говорит. 38 стих, 8 глава. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным грешным, того постыдится и сын человеческий, когда придет во славе отца свого со святыми ангелами. А ты стыдишь и плоток носи. А она в царство хочет. Ну ты рассуди, Наталья, в здравом уме. Вот рассуди. Человек хочет туда остыдиться. А Христос говорит, что? Кто меня постыдится, что Христос делает. И ты потащишь его в рай потом? Ну суть-то понями. Но Христос ведь один и тот же, все рай сегодня и его веки. Он никогда не изменяется. Вот подумай над этим словом. А мы их всех тащим в рай. Они при жизни-то не хотели, а мы их в рай тащим. Мы все, да, соседи и знакомы-то все. Все куда-то шире. Для них тоже арно окажется. Баги-то они лучшие. Это по милости арт был создан. Потому что они, их благодать аппалит, куда они обралися. Мы живые, мы живые с вами. Вот стремитесь в Царство-то Небесное. Живые пока вы. Чтобы на примере вашем воспитывались дети, внуки и другой, и пятый, и соседи, и близкие, и дальние на примере на Ашам. Если уже поздно пример, то давай. Никогда не поздно. Пока мы здесь, и кто-то молится, и кто-то остается. Ну, пример, пример жизни себе. Я же говорю, вот вышли мы, раз, а там за окрадами вот другие. Ну, какая-то вера-то. Мы должны все... Василий Великий, святой, прославлен. А он говорит, ну, мы должны быть и отличаться и одеждой, и походкой, и словами, и делами. Должны, говорю. Так как Господь говорит, мои, кто узнает, если любят друг друга. Если любовь имеете между собой. Если мы, христиане, не любим друг друга, то кто нам? Соблазн приносим. Соблазн приносим. А за соблазн будем отвечать. Это, знаете, летом, да, я провязалась с платформы, в церковь пришла. И длинную юбку надела. Вообще до пят. Я ее редко надеваю. Просто посмечу. И когда я из церкви вышла, иду, и у меня такое ощущение, что я защищена. Думаю, и вот из наших знакомых, я говорю, слушайте, говорю, так эти мусульмане-то не случайно, видимо, так путаются. Ведь на самом деле, я сама это почувствовала. Как я иду, и как будто бы вот никакие уже меня, ну, не знаю, такое ощущение приятное, что я защищена. Да слава богу, это так оно и есть. Я только в тот момент почувствовала, а так вот, мы ходим, как мода позволяет, как одежда, позволяет. Не стремитесь к примеру. Да, как удобно. Давайте идем. А еще минуту, что вот даже вот сейчас вот тогда вот эти кафонские старцы, вот, кстати, они вот именно описывают, там люди, вот они говорят, вот такие вот головешки, да, они кричат вечно, представляют, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, святых все, но их там не слышит, господь и никто, представляет. Вот тебе даже вот это как-то, они вроде бы и молятся, они молитву приносят, они вот, как бы, они расписывают, призывают господа, а он их не слышит, представляешь? Вадоня слышишь? И они мучаются, представляешь? Вмучение. Как вот в Писании говорится, господи, господи, да? Я никогда не знал. Я не знал. Да, господи, господи, не стучаться, ну да, дверь, открой там, он говорит, отойди от меня, я не знаю, он молчит, поймите, вот люди. И вот эти вот молитвы, которые ты приносишь, вот даже вот, вот ты даже в церкви их не поминаешь, просто милостыни, вот, поминаешь сама в домашнем, вот для них вот это вот обличение. Это обличение может, да, есть, вот этот вот палец-то, который вот лазарь, вот этот вот капля для них обличения, прохлада для них вот. Вот почему ты это поймёшься, но, если человеку при жизни, вот он как бы стремился к земному, правильно, но он умер без покаяния, вот как вот у блаженной Сени Петербурга, да, муж, внезапно раз, скончался, да, вот такой подвиг нужно вести. Как вот она взяла, мунди родила, не называйте меня больше, Сени, я, как его, как он из-за, Андрея, Андрея, да, я, говорит, я, Андрей. То есть она взяла жизнь этого человека, если ты сможешь, так, за своих родных, за кого-то, чтобы он был помил, то возможно это, что он перейдёт из ада в рай, то есть это возможно, но это надежда. Кому надо подвиг совершить, чтобы он был, да, подвиг, но дело-то в том, что надо свою душу-то спасить, в первую очередь. Здесь, здесь-то говорится, здесь же в Писании говорится про свою душу, а подвиг, а то уже Господа, если он тебе даст его подвиг. Как, вот, слышишь, говорит, из ада в рай, там же сказано, и оттуда туда, и оттуда. Ну, вот, да, вот сейчас у нас... Облегчить, учить, может, значит, вытащить со дна ада хотя бы, сможет, но не в рай. Прочитай, 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 прочитай великомученицу, первомученицу, учительницу Павла, Феклу. Там написано, как она вымолила из ада. Сергей, Сергей, подождите, хватит спорить об этом уже, ну, видишь, всё, собрание об этом идёт. Брат Андрея, я привёл опять Писание, ты опять Феклу приводишь, ну, кто главнее? Ну, да, подожди, как всё равно? Раминстер, что ли, всё равно? Нет, вот Писание-то я тебе говорил... Вот я тебе сейчас конкретно говорю, кто главнее, да. Андрей привёл Писание тебе, ты привёшь Феклу. Да. Кому верить? В Писание, конечно. Святым верить, да? В Писании. А я Писанию буду верить. А если Писание, тогда человеческий ум свой перенаприл. Да какой ум? Это святые толкуют. Ну, святые они не так же толкуют. Ну, давай первый том принесём на следующее занятие, прочитаем оттуда и туда. Вот положено Фефелакта. У нас сейчас первого тома нету, правда. Понимаешь? Вот и всё, скоро закончится. А Серафим Саровский, что сказал? Спаси себя и убедить. Тебя спаси себя. Это при живых ещё. Серафим Саровский, между прочим, троих фанахин, вымолил из-за за три дня. Ты что, это? Да, он поработал над собой. Он сколько молился. Ну, а вымолил из-за, а мы-то ещё убыли. Вымолил из-за. Ладно, все. А мы единичные. Вот как камень праздновения сегодня. Да, Господи, помимо. Это единичный случай. Да кто его знает? Это всё написано только ещё. Это ведь не факты ещё. Но, братья и сёстры, либо прекратим этот скорбь, братья и сёстры. Мы представляем, что это материальное. Мы не знаем, как там всё. Там может быть всё в энергетике. А может быть, распорядительная милость. Мы представляем, что материально. Он хотел, по крайней мере. Давайте спасать пока себя. Давайте спасать себя, а там Бог усмотрит. Нам бы в аду-то не оказаться. Самим бы там. Самим бы там не оказаться. Мы и так держим на днях, но не отчаиваемся. Ну, да, давайте. Помни, отконцентруем и в обед не согрешишься. Ну, вот, а у меня ещё раз и на все. У нас сейчас руководителя, конечно, нет. Это Игнатия Бринчинина, говорю, что. Но, а человек, вот ты, например, в духовном у тебя, например, наставника нет. То есть, ты берёшь своих духовных наставников, святых же отцов, правильно? Святых отцов. Больше кто мне может быть руководителем моим? А они откуда это взяли? Значит, они не святые, значит, они не прославлены. Ну, всё началось. Я ещё раз говорю. А они такое взяли? Сергей. Есть Писание, читай Писание. Сергей, последняя инстанция у нас Господь, Христос. Отсюда все строите веры. И сверяйтесь со святыми отцами, что они сказали, что другой сказал. Это же в праве ты делаешь. У тебя свободная воля. Делайте. Делайте. Мы ведь никому не запрещаем ничего. Библия тоже не будет. Чудеса и продолжаются. Библия тоже, Господь сказал. И чудес больше не будет. Там, Библия, не знаю точно. Но, однако, чудеса продолжаются, по сегодняшний день продолжаются. Значит, и тут так же может быть. Ну, всё. Всё. То или все? Дальше идём. Может, не всё зачитали. Мы погоним, я тебе что-то. Давайте. 24-25 стих. Слава Писания. Он посмотрел на себя, отошёл, и тотчас забыл, и готов он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем, забылчим, но и струнительным делом, и уложен будет своим действиям. Толкование. Апостол сказал, кто приникнет, а не войдёт, ибо духовный закон везде имеет преимущество и величие, умеет привлекать и самым кратким чтением его. Закон Христов, освободив от рабства плотского, поставляет приходящее к нему в свободе, делает его через эту свободу более внимательным и освобождает от забвения, вредного для всего доброго. Видите, закон, закон, закон. Вот сколько нам наставлений. Исследуйте Писание, вникайте. Понимаете? Слово Божие, оно будет нас судить. Оно. Пусть оно авторитетом для вас всех станет. И вы отсюда только всех лишите все свои действия. Дальше. Игнатий Тихович не говорит. Что имеет в виду блаженный Фейфталак под кратким чтением? По всей вероятности, никак не менее одного стиха Библии. Но чтобы уметь пользоваться столь малым по объёму материалом, нужно знать всю Библию. Чтение Священного Писания должно ежедневно занимать никак не меньше нескольких глав. Желательно читать ветки и Новый Завет, и Псалтырь на русском языке. Опыт чтения Писания хорошо известен сектантам и совершенно незнаком православным. Среди баптистов мне приходилось не раз встречать людей, которые прочитали Библию уже несколько десятков раз. Среди православных это исключительно и почти невозможное явление. А ведь нам, православным, ещё нужно знать и толкование несамомышленное, жития святых, каноны, церкви. Но что вот? Но чтение Библии должно быть ежедневно. Не сяду обедать, пока не прочитаю. Вот давайте из нас, вот кто ходит на занятия, сейчас уже изъявили желание изучать Священное Писание. Кто хотя бы три раза прочитал Ветхий Завет? Нет, я не разу прочитал. Это же не разу. Вот только прослушали. Видите, вот, а это желающие лучше слушать. Видите, перекос. Православные сидят. Я не могу его никак прочитать. Никак не можем. Видите, что-то не даёт. Что-то не даёт. Вот видишь, какой перекос. Ветхий тяжелый. По началу я читала, только доходила. Ну, первой час. До пятой главы только доходила, дальше не могла. Потом уже немножко переборолась. Сейчас я его прочитала, это мытьё, и вот за второй раз пошла. А дальше, ну, в салтыре читается, ну, понятно. Толкование, что на Ветхий Завет Олега Синяева слушала. Обширно. Так что заставлять, видите, как заставлять себе надо? Это записать. Дальше идём. 26 стих снова в описании. Если кто из вас думает, что он облагочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того, а пустое благочестие. Толкование. По понятию иудея облагочестив тот, кто оказывает верность в делах, потому что таковое кажется непринижающим к толпе. Иудеи, исполняя предписанные законы и наблюдения, высоко думали о себе, сосредоточивали в этих наблюдениях всё благочестиво по отношению к Богу. И занимаясь только этим, мечтали стяжать через толп блаженство, а к другим относились с большим осуждением, как видно из евангельской притчи о самохвальной фарисеи и мыдали. Луки 18, 10, 14. Удерживая такого мнения, апостол 2 даёт настоящее наставление. Упомянув о исполнителе дело и назвав его блаженным, он-то часто исправляет зло, рождается у многих при исполнении. Он, как бы говорит, хвалящийся исполнением закона, не думай получить блаженство за наисполнение, ибо это неприятно Богу, но приятен ему тот, кто исполняет, и с тем вместе далёк от сомнения и не относится к неисполняющим осуждениям. Обольщает сердце своё, как бы души по самомнению, как исполнитель закона, обольщает свою совесть. Ибо сердце означает здесь то же, что и в саллах. Сердце сокрушённо и смирённо. 50 Псалом 19 стих. 27 стих. Слова Писания. «Чисто и непорочно благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов и их скорбя, и хранить себя неосквернённо от мира». Один брат мне говорит, как так презирать? Презирать. Это значит, как-то пренебрегать. Это он-то спрашивает. Он не понимал этого слова. Часто толкование мы прочитаем. Я говорю, брат, презирать это значит... От золозаи. Да. Видеть его состояние плохое. И чем бы ты мог помочь ему, чтобы ты не прошёл рядом. А оказалось какую-то милость. Презирать. То есть видеть. Давайте толкование. Презреть. А не презирать. А презирать. Увидеть. Презреть. Презреть. Которая состоит особенно в оказании сострадания ближнему. Ибо сострадание ближнему есть своё родо ободобление Богу. Будьте сказаны, милосердны. Как и Отец вас милосерден. Луки 6, 36. Только милосердие ваше должно быть чуждо лицемерие. Потому что и Бог оказывает своим благодеянием не каким-нибудь лицом отдельно, но повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. И посылает дочь на праведных и неправедных. Это опять Матфея 5, 45. Под миром здесь должно разуметь народ простой и чёрный, растлевающий себя и обольстивших похотях своих. Но о них тоже надо молиться. Их не надо, допустим, унижать и оскорблять. Но они же равно как холестей. Конечно. Потому что мы знаем, что они не ведают пока, что творят. И творят беззаконие. Вот им надо сказать о Христе. Будут слушать, обязательно вынести с любовью. Не будут слушать, отойти и помолиться. У нас много оружия, разное. Всё. Может их Господь завтра коснётся. Я выношу мусор. В городе с сестрой ездит. Выношу мусор из квартиры. А там вожей ковыряется в ящиках. Он подходит ко мне, дай закурить. Я слушаю, дорогой. Не курил. Господь избавил. Ну, уверовал во Христа. Сейчас живу другой со всем жизнью. Много грешил. Согрешал. И сейчас согрешаю. Но сейчас Господь меня помиловал. Иначе мы пропали. Он стоит глаза на лупочку. Ну, ещё как-то не отматерил. Не прогнал как-то ещё меня. Другие ведь сразу. Иди отсюда. Что ты тут ходишь? А я послушал. Слушал. Стоит и слушает. И мы с ним разоговорили. Я говорю, у меня вот новый завет есть. Может возьмёшь это слово живого Бога. И жизнь Иисуса Христа, она может изменить твою жизнь. У нас что-то с тобой коснётся. И Господь тебя исцелит. Взял. Ну, я ушёл. А больше его не видел. Я не знаю, что дальше будет. А наша задача донести. А он упал в этот, вот этот, в яму уже синюю такую, я не знаю какую. А почему? А избери его, посмотри его жизнь. А он может быть начальником каким-то был. Может быть и семья была. Всё может у него было, но всё потерял. Почему? На работе он был злой со всеми. Оскорблял, унижал, да нельзя никак. Он всё, власть свою применял на всё. Он человека не видел, что это человек с ним рядом работал. Но случилось так, что Господь ему посрамил, и он потерял всё. Теперь сейчас его каждый второй пинает. Ему жить негде. Он потерял семью. Как науку до носа. Да, семь лет зверя превратился в поле жил. Траву ел. Почему? А я тебе покажу, кто тут. Господь. Да. И тогда он понял, что всё от Бога. Хотя такую была семья. А это всё Бог видал. Сразу понял. Даже вот у святых, которые свято жили, мне постоянно показывал, что без меня ничего не может. Конечно, ничего. Ничего. Так, и вот. Заканчивается эта глава. Игнатий Тихотев говорит опять. Исполнение закона должно быть во всём. Слышите. А не том только, чтобы держать в руки Библию и хорошо знать её содержание. Бог так установил и устроил, что Он есть единая с церковью. Он есть глава её, а она тело его. И в первые же минуты, когда душа услышит весь о Христе, и Дух Божий услышит её, она должна заботиться о исполнении закона Божия. А закон Божий гласит, что вне церкви нет спасения. И когда протестанты, сектанты, все эритики, находящиеся вне церкви Христовой, абсолютно правильно преподают о покаянии, о принятии Христа веру, о жизни в Боге, но не приводят людей в церковь они. Не приводят созданную Христом. Они в таком случае поступают не по закону Христову, а только согласуются со своими человеческими мыслями и доводами. Хотя, вот они наши какие твёрдые в своей вере. Да мы церковь, мы спасены, мы всё хорошо у нас. И попробуй их убедить. Они не глупые. Они не это такие, читайте грамоту и знают всё. Но они стоят в этом. А Бог сказал, Бог гордый. Противится. А смирённый даёт благодать. Вот смириться надо. А в церковь зайти надо через покаяние. А церковь имеет таинство. А первое таинство этого покаяния, это войти в церковь через крещение. Где прощение грехов получает человек. У них этого прощения грехов нет. Они в этих грехах и продолжают жить. И крещение не приняли. А изучает это всё. А дьявол, он знает, что наизусть это Слово Божие. Он его не боится. Он боится смирения. У него нету на этом мире. А дьявола нет смирения. Видите, как всё. Вот я же рассказывал вам пример. Она была в православии крещена. Ушла, подросла. Ушла к сектантам. Там начала Слово Божие читать. В запой читать. Любила Слово Божие. Потом разочаровалась у сектантов. Пошла опять в православие искать. Вроде там говорят одно, а поступают по-другому. И как-то что-то не сходится. Пошла в православие. Снова покаялась. Что у вас на столе? И опять забросила Слово Божие. Это что? Что-то Наташа не хочет. Вот понимаете, это что? А вот то, что это и говорит, что мы в истине, мы в правильном пути. Мы в спасении. Когда трудно, значит это надо делать. Когда легко, это что-то надо задуматься ещё. Привести. Вот я всем говорю. Плоток носить тяжело что-ли вам? Что он там давит, как-то голову кнёт из земли. Ну я не могу понять. Я не ношу плотки. Видите? Я вот иду, если ветер слетает. А, ветер слетает. Видите, вот с головы слетает. Понимаете? А вот носить плоток надо. Волосы растить вам, женщинам, надо? А это правильно, потому что такие единицы заведуют. Расти надо, но они не растут. Мы отравили эти волосы уже всеми. Шампунями своими. Красками. Красками, шампунями, там, я не знаю. То есть, понимаете? Вот и носить, чтобы закрыть хотя бы какие-то маленькие волосы. Ну, понимаете, вот. Ну и разберите всю свою жизнь. Я никого не хочу там обидеть. Никого. Я просто напоминаю, как правильно. Вот. Сатана одел всех женщин в брюках. Да удобно, хорошо, тепло. Один ответ. Удобно, хорошо, тепло. Но в восемнадцатом веке не было удобно, хорошо, тепло. У вас у мужчин нет искушения. Да какие еще нету, так? Выйти и вот так вот снять бороду, потом прийти в рамк и одеть бороду. А у нас это же не наше. Это же покупное. Это не наше, не природное. Брюкать надо, значит, привыкать. Нет, ну сейчас надо, погода не позволяет. Не каждому не положила упора. А летом жарко. Вот я говорю, летом. Нет, у меня вот. Я смотрю, ой, мы тебя не узнали. Ой, вот знаешь, вот. Чуть ли не вздрагивай. Чуть ли меня вздрагивай. Я его зародировал все время собираю. Мы еще на это прощать не могли. Мы еще на это прощать не могли. Смотрите, я еще говорю, вот все равно, что труднее делать, то это, наверное, и надо делать. Но вы сверяйте всегда с Писанием. Сверяйте. Понимаете, что будет трудно, что полезно. А то же, что трудно. А что это такое? Даже, наверное, трубро и дело. А хотите струм для того, чтобы платок населил? Вот смотрите, нынешняя власть, правительство, там нынешний век лукавы. Говорят, еще вот самолеты летают и рассеивают там какой-то реагенты, химиотрассы, там все это падает на голову. А у вас голова закрыта. Как хорошо. Платки. А у нас вот нету платка. Так, чтобы поцеловаться. Андрей, вы что-то хотели нам напомнить? Да, какой-то профилотар рассказать там. Время уже много. Мы просто сегодня продолжаем брата Владимир, он тоже сегодня уже поедет на меня в авто, в поезд. И мы сегодня немножко укороченные занятия проведем. Вы уж простите, родители. Укороченные? Час 22 минуты уже. Ну, а куда прокрутили? Знаете, у меня в четверг схоронила я тесте своего. Он тоже заболел раком печени. И врачи тоже отказались, отправили домой помирать. Ну, знаете, когда человек раком начинает болеть, и Господь пропускает ему еще немножко времени, чтобы покориться. При жизни своей, вот вернемся опять к этому, туда-сюда, кто туда попадет, мы не знаем. Еще раз говорю, Наташа, думаешь, я тесте не люблю, что ли? Вот я тоже говорю, при жизни ему не надо было в храм. Он не хотел туда. Может, понимаете, душа сейчас может слышать это. Я не знаю, может, сейчас Господь ее привел сюда, и его там слушать, я только раздумал. Душа его слушает сейчас. Вот, он при жизни не хотел. Думаешь, я им не говорил? Вот, думаешь, я им не говорил? Но они не хотят ничего. Вот брат сейчас приехал к своим родственникам. Сколько им рассказывал о своем? Они ее слушать не хотят. Это чуждо ему. Не надо им это, что ты начинаешь опять? Это у тебя такой же есть в семье. У другого, у пятого, десятого. У кого этого нет? Ну, я говорил. А на бисер, говорит, не мечи, не надо. Ты не свиньи потопчет. Ну, ладно. Говорил, говорил. Не хотели. Тогда заболел. Но любовь-то есть. Все равно, а что делать-то? Какие-то награды, допустим, он уже все, уже передвигался плохо, говорит, стал плохо, тяжело, все, болит, все внутри там горит. У меня, говорит, жар оттуда и выходит. Ну, он так рассказывает. Жар, говорит. Огонь. Прям огонь. Даже, наверное, он огонь говорил. Ну, я ее понимаю. Ну, терпеливый, вот мне бы вот так. Терпение было? Ладно. Он там 10 дней пролежал. Он там не пикнул, не показал, что ему больно. Домой приехал, уже стонал только дома. А там беду не показал никому. 10 дней это протерпеть надо. Перед поматами, перед соседями не показать, что ему плохо. Это мне пример. Господь опять показал. Я для себя это все беру. Терпение. Потом. Он заболел уже, все хуже на глазах, все хуже и хуже. Все, вижу, вижу. Господь ему просто так вот так вот. Ну, милость такую к нему. Все, я батюшку зову. Говорю, батюшка, ну давай хоть поисповедам его. Ну, поисповедам хоть. Да. Нет, причастить не причащал. Он приехал, батюшка, по милости Божьей. Поговорил с ним. Он так хорошо все сказал. Это уж Бог там смотрит. Я не знаю. Мама рассказывает потом, теща-то моя. После исповеди он такой был, такой воодушевленный. Такой радостный стал. Ну, что с ним? Пока я не может было. Я не знаю. Бог знает. Сердце человеку. Все. Я молю Господи, Господи, не дай ему долго мучиться. Прости. Жена моя тоже об этом молится. Не дай ему долго промучиться. Потому что я знаю, какие мучения в конце эти боли. Какие боли этого там все. Не каждого держатся. Руки накладывают на себя. Господь через прямо недельку и все. Четверг Господь забрал. А почему он почистился и не захотел? Ну, я не знаю. Батюшка с ним, это же не моя привыкателька. Поисповедился? Поисповедился. Крещеный, да? Крещеный? А в отличие от тещи. Теща так и не хочет никак. Ну, вот, с кораблями болезнями. Этими болезнями. Не знаю. Господь призывает покаяние, чтобы избавить от более сильных мучений. Воду такая еще более сильная. Так она, так вот я говорю, и сейчас вот что мне? Прекратить молиться? Так я молюсь за него. Куда он пойдет? Я не знаю. Бог это будет судить. Это не наше дело. Но мы в надежде знаем, хотим и думаем, что так это будет так. Проявление любви. Любовь. Так что не будьте, не спорьте, а спасайте себя. Вокруг вас, как Серафим сказал, вокруг вас тысячи спасутся. А то мы все хотим вымолить, а сами. Вот макушки не видно в грехах все. Да, а вот представьте, вот просто вы находились в каких-нибудь таких ситуациях, где действительно спасать надо себя и других. Ну, допустим, в болоте. Сиди в болоте по бойлу. И с тобой рядом другой парень, тоже в болоте по бойлу. Вот ты начнешь его спасать, да? Значит, сам утонешь. А как иначе? Ты его выталкиваешь. А сам утонешь просто. И по тому и сказано, сначала спаси себя. А потом веточку загонишь. Возьми веточку там, и потом вытянешь. А так как ты? То есть понимаешь? Вот мы всех хотим спасти, и всех вы перетащите. Откуда-то куда-то? Сверхсилы не бери. Так же и утопленников спасают. Сначала их притопят, а потом дальше. Потому что если дать ему волю, он тебя утопит. Он затащит тебя. Он будет за тебя карабкаться и утопит тебя. Достойно есть я, кого истину, Вложить и тябра в дорогицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И матерь Бога нашего, Честнейшую херувинь, И славнейшую без сравнения сиротинь, Безыстрение Богослова родшую, Сущую Богородицу тебя величайе. Богослови, Богослови нас, Господи, Богослови брата нашего Владимира, Путь добрым ангелам, Чтобы он добрался до места И благословил, и рассказал Все, что тут он увидел у нас. Что хорошее приобрел, Что увидел и нехорошее. Ничего не утоил, Все рассказал о всех нас, Братьях наших, Богослови барнаульских, потеряевских, Которые доносят и распространяют Истинскую весть, Стараются жить по заповедям. Помоги нам, Господи, Чтобы на нашем пути были те отцы, Которые помогали бы нам жить по Писанию, И растолковывали верно это Слово Божие, Которое в конце жизни всех нас будет судить. Посетив всех болящих, Страждущих, путешествующих, Нуждающих в своей помощи и защите, Братьях наших на Украине, Братьях наших в Сирии, Во всем мире страдающих, И ты сердцови, Господи, Чтобы эти все страдания, Эти все кресты, Которые ты дал каждому из нас, Чтобы привели ко спасению. Помоги нам, Господи, И нас не оставлять молитву друг за друга. Борить много добрых дел. И не забывать, И не стыдиться, Благодарить, И рассказывать о Евангельской вести. Все в Твоих руках, И все в Твоей воле, Господи. Мы за все Тебе славу даем, И за все благодарение, Отцу и Сыну и Святому Доку. Аминь. Ну, простите, что сегодня укорочено, быстро. Все. Ты не обижаешь нас? Нет, я вообще не обижаю. Молча. Обязательно.